Дети с нарушением слуха проходят программу по слухо-речевой реабилитации «Я слышу мир». Это инновационная психолого-педагогическая методика. По государственной программе детям провели операцию и вставили имплант. Сама техническая кохлеарная имплантация состоит из двух частей. Это непосредственно сам кохлеарный имплант и речевой процессор. Кохлеарный имплант хирургическим путем помещается под кожу, а электрод вводится в улитку и тем самым стимулирует слуховой нерв. Впосредственно человек слышит не ухом, а мозгом. То есть вся информация поступает в мозг и анализируется мозгом. Стоимость такого оборудования – 1 миллион 200 тысяч рублей. Проезд из любого города, страны до клиники, проживание, питание, операция, имплант – все бесплатно. За счет средств государства и выделенных в крае. Операция длится 40 минут. Чуть меньше недели дети проводят в стационаре под присмотром врачей. И через месяц можно проходить подключение оборудования и реабилитацию. Дети начинают различать незнакомые для них новые звуки. А чтобы малыши не пугались, для них проводят специальные занятия. Обязательно с ними занимается сурдологопед, психолог и настройки речевого процессора. Это все можно сделать в Краснодарском крае. Это детская и краевая больница или Центр восстановительной терапии тоже в Краснодаре. Имплант дает возможность детям слышать себя и окружающих, а значит общаться. Малыши заново учатся познавать этот мир. И впервые произносят слова «мама» и «папа». Так что слышат это сами. Малыши, малыши, малыши. Для каждого малыша предусмотрены индивидуальные занятия. Педагоги проводят психолог-педагогический консилиум. Сообщен, оходит эффективные методы лечения для каждого ребенка. Занятия обязательные. Нужно настроить оборудование индивидуально под каждого малыша. Имплантация требует внимания специалистов. Ребенок растет и настройки оборудования необходимо регулировать. Вики Татарчук операцию сделали в 9,5 лет. Сейчас ей 12. Реабилитацию проходит второй раз. Правильная и хорошо построена реабилитация в том плане, что мы совмещаем отдых, совмещаем обучение. И общая обстановка, вот так много таких детей, что позволяет нас не чувствовать себя спорными, ни меня, ни ее, ни ее в первую очередь. Такие уникальные операции в России проводят совершенно бесплатно. В мире таких клиник мало. Специалисты говорят, чем раньше ребенку с нарушением слуха сделают операцию, тем лучше будет результат. Реабилитацию здесь проходит анапчанка Елизавета с мамой. Юлия Данько узнала о программе помощи детям с ограниченными возможностями по слуху и обратилась за помощью. В администрации Анапы помогли. Операция прошла успешно. Девочка слышит. Ребенок тут чувствует себя привольно и очень радостно, потому что и море, и занятия, и в то же время общение с себе подобными детьми, какого она не видит в обычной жизни. В Анапе реабилитацию проходит 138 детей. Делегация 400 человек. Родители, братья и сестры, ребят, прошедших операцию. И специалисты впервые выехали таким большим составом – 30 педагогов. Уникальность методики – общение детей между собой и хороший отдых на море. В Краснодарском крае прооперировали более 200 детей, 77 в краевой больнице. Детям подарили возможность слышать и учиться разговаривать. Малыши, которые успешно прошли реабилитацию, пошли в общеобразовательные школы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова